Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Сегодня поговорим про те профессии, которые востребованы в США и как лучше всего подготовиться к переезду, где постелить соломку. Начнем с того, что большинство людей, которые имели в России и в странах СНГ достаточно такое стабильное и устойчивое положение, люди ходили на какую-то работу, получали какие-то деньги, с таким образом жизни им, конечно, придется расстаться. Потому что в Америке, если вы начинаете работать на первой своей работе и последующей, пока вы не нашли теплое местечко, вам здесь придется впахивать. То есть вот эта ситуация с российским перекуром на час, про это здесь придется забыть, потому что вам один раз могут сделать замечание, второй раз, третий раз вас даже без оплаты могут выставить. И придется здесь впахивать конкретно. До тех пор, пока вы не найдете нормальную работу. Скорее всего, та профессия и та работа, которой вы занимались в России, большинство из вас, кто этим занимался, про нее придется забыть. И вам придется писать свою жизнь с чистого листа и искать себе какое-то другое применение. Опять же, все ошибочно считают, что здесь или, а, нужно идти мойщиком посуды, разводчиком бутербродов, работе на стройке, покрасчиком стен и так далее и тому подобное, и забыть про квалифицированную работу или быть айтишником. На самом деле все не так, не настолько полярно все это. Если вы обладаете какими-то навыками, профессиональными, высоко профессиональными навыками, как специалист, вы, скорее всего, будете востребованы. Здесь для меня, например, было удивление, я сейчас как раз занимаюсь трудоустройством своего одного клиента, что здесь востребован серьезный инженерный состав, то есть инженер-настройщик роботизированных производственных линий, который умеет работать с программированием этих контроллеров и так далее. Здесь крайне востребованы специалисты. С не настолько совершенным английским языком и даже не имея дипломов, но если человек проработал в этой отрасли не менее пяти лет, а даже если больше, то такого человека здесь оторвут с руками и предложат ему хорошую зарплату выше даже чем 70 тысяч долларов в год, чтобы понимали уровень. Востребованы люди, которые умеют работать со станками с ЧПУ. Востребованы подобные профессии. То есть высоко квалифицированный инженерный состав здесь востребован. Понятное дело, что есть какая-то своя специфика. В крупном, возможно, вас предприятия сразу не возьмут, но предприятие среднего уровня с удовольствием за вас уцепится. Тоже у меня были клиенты, диадезисты, здесь долгое время находились в Умаху, сейчас переехали в Норск-Каролайн, подняли свой уровень языка, получили весьма заманчивое предложение, 35 долларов в час, вот переехали в другой штат, муж с женой как раз диадезисты. Тоже хорошее предложение. Почему нет? То есть, еще раз повторю, если вы относитесь к такому квалифицированному инженерному составу, то, скорее всего, у вас здесь будут определенные перспективы, серьезные. Другой вопрос, что, скорее всего, многим из вас, кто обладает достаточно востребованной специальностью, придется здесь все-таки посетить колледж, взять какие-то кредит-часы и, соответственно, проучиться, чтобы получить американский сертификат. У меня незрядное количество, вот мои клиенты, кто приезжал по моей соц. адаптации, кто, ребята с головой, молодые, они именно таким путем и пошли. То есть, нашли какую-то временную работу, сейчас ходят, получают как раз вот эту американскую профессию и, соответственно, дальше пойдут вверх по карьерной лестнице и будут уже нормально зарабатывать. Хотелось бы в этом контексте спросить своих зрителей канала. Мне просто интересно знать, какой состав людей меня смотрит, чем люди по жизни занимаются. Может быть, есть какие-то экзотические профессии. То есть, ну, моя любимая такая тема, это устроить такой небольшой опрос по зрителям. То есть, если для вас не составляет труда, напишите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, то есть, кто вообще меня смотрит по составу людей, то есть, по профессиональному составу. То есть, так тоже чисто интересно. Потому что я знаю, что у меня много смотрят совершенно разных людей. Я даже иной раз переписываюсь со своими зрителями и удивляюсь только. Был даже один полярник со станции Санкт-Петербурга. Человек работал поваром. Написал мне один раз такое письмо. Так что я уже ничему не удивляюсь. Но, тем не менее, интересно было почитать, кто по профессиональному составу мои зрители. Теперь мои рекомендации, как постелить соломку. Если вы, естественно, офисный сотрудник, всю жизнь сидели и перекладывали бумажки, я настоятельно рекомендую вам освоить какую-то профессию, которая вам позволит продержаться на временной работе, пока вы будете для себя решать задачу, чем вы в США будете заниматься. Старайтесь не разменим здесь по мелочам, потому что большинство людей, которые приезжают сюда, они идут неверным путем. Они считают, что нужно найти одну временную работу, потом себя нагрузить второй временной работой, набрать кредитов, устроиться на третью временную работу, и как белок в колесе вот так крутит, скрутит, 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 пока каросин не кончится. Это неправильно все. Вам, естественно, нужна будет какая-то работа, вот, по-любому. Но, когда вы ее нашли, вам уже сразу нужно будет думать по поводу следующей работы, более лучшей, более высокооплачиванной. Не стесняйтесь эту работу менять, как рыба ищет, где глубже человек, где рыба. Соответственно, на одном месте засиживаться нельзя, и вам сразу же нужно прибытие садиться и планировать свой план действий. Поэтому, еще до того, как вы приехали в США, я рекомендую освоить какую-то профессию. То есть, здесь очень востребованы повара. На ура идут. Здесь востребованы сотрудники, которые так или иначе связаны со строительством. То есть, различного рода кровельщики, плиточники, штукатуры, маляры, плотники, смежные специальности. Здесь все это востребовано. Да, понятное дело, что на старте вам предложат небольшие деньги. Те, кто считают, что 10 долларов в час – это вот такая зарплата, это глубокое заблуждение. Это зарплата исключительно для лохов, которые только приехали, которых чисто вот так вот взяли. На самом деле, квалифицированные строители здесь стоят достаточно серьезных денег. И люди, которые поработают в этой области несколько лет, они узнают о реальной расценке, сколько здесь нормальный строитель получает контрактор за свою работу в час и за квадратный фут. Даже так. Так что расценки совершенно разные. То есть, одно дело, когда вы приехали, только что и вас пытаются держать за дурачка, другое дело, когда вы пожили несколько лет и уже понимаете, с какой стороны у бутерброда находится хлеб, масло и черная икра. Изучайте вот такие простые профессии. Повара здесь тоже крайне востребованы. Даже если у вас нет поварского диплома, но вы можете свою квалификацию подтвердить каким-то тестовым заданием, вполне вероятно, вы тоже сможете работу найти. Очень много небольших компаний, где постоянно происходит ротация кадров и поварской состав востребован. То есть, еще раз говорю, нужны вот такие вот простые востребованные специальности, которые, в принципе говоря, готовило огромное количество техникумов и ПТО в России, ну, еще при Советском Союзе. То есть, если человек может вот этой профессии заранее научиться, подготовиться, чтобы было несколько профессий, тогда, естественно, будет чувствовать себя более защищенным по прибытии в США. То есть, не только пойдет работать каким-то разнорабочим и на какую-то совершенно низкоквалифицированную, малооплачиваемую профессию, как там бутерброды развозить, но если вы что-то умеете, что-то знаете, и это делаете хорошо, то, скорее всего, у вас будет хорошее предложение потом по оплате. Поэтому дело, что первое время вам придется поработать на мизере, но потом, если вы себя правильно поставите и не побоитесь и не будете стесняться требовать увеличения зарплаты, то у вас все будет нормально. Вот такое вот видео. Еще раз повторю, крайне интересно узнать, чем профессионально занимаются зрители, подписчики моего канала, такой небольшой опрос, ну и обсуждаем все темы, связанные с переездом в США. Хорошего всем дня! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!